Портал getcashback.ru. На сайте представлено множество магазинов в различных направлений, в том числе такие популярные, как Алиэкспресс, Георбест, Недел и многие другие. Ставки кэшбэк одни из лучших на рынке, множество способов вывода средств, простая бесплатная регистрация, экономь на своих онлайн покупках. Ссылка в описании. Всем привет, с вами я Леха ТК и мой канал обзор товаров с Китая. Сегодня, друзья, у нас чайная посылка, ликуйте чайные люди. И я расскажу вам такую небольшую историю. Многие мне писали о том, где покупать сейчас китайский чай, если Алиэкспресс перестал его продавать. Да, многие скажут, есть там чай различный. Да, но нет проверенных продавцов теперь. Алиэкспресс, как бы сказать, блокирует продавцов чайных. Я не знаю, с чем это связано, но я нашел Тейлора и его личный чайный магазин. Если кто-то помнит, я всегда заказывал у Тейлора, я с ним связался даже, он меня вспомнил, сказал, я тебя помню, потому что ты заказывал мне большое и обильное количество чаев. И теперь у нас посылка с чайного магазина не Тейлор.ком, а Мойлор.ком. Я не знаю, почему это так случилось. Посылка пришла за 22 дня. Опять же, прошу заметить, сайт Мойлор.ком. Но это продавец Тейлора. Я с ним посвязывался, пообщался. Да, это точно 100% он. Так, смотрим, как упакована наша посылка. В принципе, так же, как и он упаковал на Алиэкспресс. Вес 637 грамм, оценено в 7 долларов, а за эту посылку я дал около 25 долларов. Давайте открывать и смотреть, что же у нас внутри. Открыл я нашу посылочку. Так, насчет оплаты. Оплаты, к сожалению, в WebMoney нет. Есть Visa, PayPal, MasterCard, Maestro и все вот эти вот карты. Доставка бесплатная. Какой-то русский язык такой более-менее присутствует. Но я думаю, что вы и с английским разберетесь. Итак, по поводу чая. Да, полностью весь свой товар он перенес на данный сайт. То есть на Мойлор.ком. Там и чайная посуда, и чай, пуэры, рассыпуха и все тому подобное. Все отлично было упаковано в коробочке. Здесь вы сразу увидите блинчик пуэры. Но давайте-ка вот к этой маленькой коробочке сначала обратимся. Сейчас я ее распакую. И здесь, друзья, у нас Чехай. У меня уже был такой же Чехай, но я его, к сожалению, когда переезжал, не знаю как, каким макаром, случайно немножко его разбил. Он мне очень нравился, был очень по душе. Вот такой вот стеклянный, четырехугольный, квадратненький. Стенки тоненькие, но и присутствует ручка. И очень удобный у него слив. И я его очень любил. Кстати, он, по-моему, другого производства, потому что в прошлом у меня на донышке какой-то был бренд, а здесь все полностью чистенько. Объем у него написан от 200 до 260 миллилитров максимальный. Цена 8 долларов. Считаю, для Чехая хорошая цена. Так, и теперь блинчик. Блинчик. Завод, естественно, знаменитый Хайвань. Вы видите, три подсолнуха. 99,78 это у нас сырье. Год 2012, 18 долларов. И я считаю, что нормальная цена. Теперь осталось понюхать, посмотреть, как он выглядит, свое первое впечатление поделиться. Потом, помните, было дело, время, что он нам присылал плохо хранившиеся блинчики. Пару штук было у меня такой опыт. Итак, да, 357 грамм. Даже голограммка присутствует на центральной части нашего блинчика. В принципе, все. Давайте-ка смотреть, открывать. Так, сразу смотрим год. Ой, а что это у нас? Год, год, год. 2008 заявлено. Что? На сайте был 12. Надо смотреть внимательнее. Нет, все правильно. 2012 год. Здесь, может быть, сырье какое-то используется восьмого или там еще что-нибудь. Бумага такая, ну, для 2012 года хорошая. Еле видны голограммки, не голограммки, а на свет, на бумаге, логотипчики Хайвани. Итак, вот наш блинчик. По аромату. Ну, насколько я знаю, что данное сырье не считается таким уж мягким. Оно более идет, наверное, такие, как сказать, в грубые тона, какого-то древесные нотки, орехи, фисташки. Ну, и все в данном роде. Так, по сырью. В принципе, все хорошо. Ничего такого мусора, палочек не вижу. Спрессовка вроде бы как плотненькая, но небольшой край у нас вот отломался краешек. Ну, естественно, вставочка такая Хайваниевская. У нас присутствует как заваривать и еще что, что да как. Но по аромату мне, в принципе, нравится. Считаю, что это чайок такой более-менее на каждый день. Ну, теперь, друзья, ожидайте. Для вас пройдет пару секунд. Я приготовлю воду, и мы пропьем пару проливов данного чая. Я поделюсь своим мнением, как нормальный чайок за 18 долларов или нет. Теперь приступим к завариванию, точнее уже к третьему проливу. Аромат чая, на удивление, ну, когда прольешь чай, очень отличается от того, не завариванного, в какую сторону. В сторону более мягкого. По аромату он более грубый, а когда ты его заваришь, он такой мягкий, повседневный, и его хочется пить каждый день, не знаю, и в приличных количествах. Ну, почихаю, ведь я уже сливаю в новый чихай. Никаких проблем, вопросов. Он просто восхитительный. Пролив готов. Вот так он выглядит. Достаточно темный, но ни цвета нефти чуть-чуть просвечивается. Давайте-ка нальем пиалочку. Ну, особый, ничем не примечательный аромат. Шоу-пуэр. Даже надо еще одну пиалку выпить. Средней терпкости, средней крепости, ароматы орехов. Все, что я в нем чувствую. Все остальное в заднем фоне. Итак, делаем небольшие выводы. Чихай 100% доволен. Надеюсь, он будет мне служить верой и правдой долгое время. Шоу-пуэр Минхай 99-78-12 года. Из 5 баллов, наверное, 4 с плюсом поставлю. Почему? Ну, наверное, я привык, что Минхай такой более грубый, терпкий, но это такой какой-то, немножко, не такой, как все. Ну, за свою цену хорош, и можете смело заказывать. На этом, друзья, все. Спасибо за внимание. Ждите новых видео. Надеюсь, буду более продуктивен. Не только с чайной стороны, но и с какой-то разносторонней техникой и всего подобного. А так, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер, группу ВКонтакте. Пока, друзья. Всего вам доброго.